Доброе утро! Всем привет! Меня зовут Владимир Карис. Рядом со мной Ирина Мак, ведущая утреннего шоу на радио Балтик Плюс. В гости пришел к нам Дмитрий Новиков, директор Дома искусств. Доброе утро! Да, всем доброе пятничное утро! Ни для кого не секрет, наверное, но многие не слышали, что театру эстрады Дома искусств в этом году 20 лет. Поэтому с наступающим вас, Дмитрий, юбилеем! Да, спасибо. В каком-то отношении вы выглядите ровно на 20. Только что из армии. Буквально. Присоединяйся. Ну, по традиции, по классике жанра, какие планы на юбилейный год, мы спросим у вас в самом-самом конце. Хорошо. А пока поговорим о том, что видим сейчас. Идут какие-то работы все еще вокруг Дома искусств. Что это? Как долго они будут еще продолжаться? Ну, в прошлом году Дома искусств и прилегающие территории вступили в стадию капитального ремонта, благоустройство территории и капитальный ремонт Дома искусств, фасада, крыльца, посветки и внутренней работы, капитальный ремонт концертного зала, который уже закончился. И с 25 декабря мы благополучно и успешно работаем. Вот зрительный зал, хоть и на картинке, но видели уже все, наверное. А вот звук, свет, что с ними стало? Ну, был докуплен комплект светового оборудования сценического в количестве 22 приборов. Для нашей сцены это очень достаточно. Сцена не очень большая. Как бы для сцены к имеющемуся световому оборудованию добавилось еще это оборудование. Этого более чем достаточно для нашего света. Звуковые характеристики зала улучшились, потому что были применены при ремонте современные акустические материалы. Стены были отремонтированы материалом унипрок, это специальный акустический материал. А потолки и части элементов тоже стен зала, портала сцены были уложены материалом экофон. Это тоже акустический специфический материал для того, чтобы звук работал лучше. Были сделаны замеры, мы связывались с акустиками. Звук стал еще лучше, хотя, как сами вы сказали, вам он нравился и ранее. Еще и до этого, да, я у вас был часто. Вот вы, кстати, как и многие ваши коллеги говорите, что у нас сцена маленькая и так далее. Примерно одинаково из вашего брата все о нас рассказывают. Да, но вот когда я был в Кремле, мне показалось, что и в Кремле же сцена не намного больше. Ну, смотрите, изначально же здание Дома искусств это кинотеатр, и сцена сделана концертного зала из зала кинотеатра. Она широкая, 14 метров, зеркало сцены, но глубина ее всего лишь 7,5. То есть некая такая непропорционалочка, но нам достаточно, мы привыкли. Ну, хорошо, всех просим в гости, этот год будет юбилейным. Я думаю, что много чего хорошего покажет театр эстрады в Доме искусств и так далее. Вот какие работы сегодня еще продолжаются вокруг Дома искусств? Вокруг Дома искусств идет благоустройство территории, но это не задача Дома искусств, слава богу, это городская территория. Дома искусств со своими работами, которые были запланированы в прошлом году, справился. То есть про благоустройство смысла нет у вас? Мужчины, мужчины, ну хватит, хватит, ну-ка хватит нам говорить о том, что мы благоустраиваем. Расскажите о творчестве. О творчестве? Да. В Доме искусств уже 20 лет существует, как мы говорили, творческий коллектив, театр эстрады Дома искусств, и планы очень большие. Мы постоянно обновляем свой репертуар. Кстати, хочу сказать, что мы открылись 25 декабря 2023 года после ремонта. И с 25 декабря по 8 января мы дали 42 спектакля за этот небольшой промежуток времени, и нас посетило 30 600 зрителей. За это, да, за это небольшое время. А вообще, каким-то образом, вот, все учреждения культуры, ну, в Калининграде соревнуются друг с другом по количеству посетителей? Ну, вы знаете, как бы у каждого своя публика есть, у каждого свое, у каждого театрала, скажем так, есть свое намоленное место. Да, кто-то любит ходить в драмтеатр, кто-то любит ходить в филармонию, музыкальный театр, кто-то ходит к нам. Ну, и как бы со своими зрителями, которых мы любим, мы живем регулярно долго и много лет. Вот вы еще говорили про концерты звезд эстрады. То есть это то, что помещение сдается в аренду, так сказать, иными словами, да? Ну, это стандартная практика. Конечно. Все залы города сдаются и области в аренду для проведения мероприятий. Сами мы не занимаемся прокатной деятельностью, но предоставляем услуги для промоутеров, которые привозят артистов. А вот как вы считаете, какая-то конкуренция, допустим, с Янтарь-Холлом, с драмтеатром, возможно после ремонта уже? Ну, смотрите, конкурировать с Янтарь-Холлом, ну, как бы никакого смысла на эту тему говорить нет. Да есть смысл, потому что ехать в Светлогорск это одно, а ехать в центр Калининграда это другое. Смотря что заложить слово конкуренцию. Вот, понимаете, у нас есть своя труппа, да? У Янтарь-Холли нет своей труппы. Так, это плюс. А мы ставим свои спектакли, когда нам удобно, когда нам нужно, когда, как бы, у нас есть необходимость. Ну, у Янтарь-Холли нет своей труппы, Янтарь-Холл работает на приглашенных артистов. То есть приглашенные артисты у нас это второстепенная задача. Первостепенная задача это прокат собственных постановок, собственных спектаклей. Поэтому конкуренции с Янтарь-Холлом говорить не стоит даже. Разные задачи. Дмитрий Новиков, директор Дома искусств. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Ну, поговорим о труппе театра эстрады. Сколько в ней сегодня человек? Что это за люди? Я знаю только то о том, что они очень всегда красивые и блестящие. В труппе театра эстрады Дома искусств сейчас 28 артистов. Это 28 человек, артистов балета и артистов-вокалистов. Потому что труппа работает в формате, я бы так назвал, наверное, мюзик-хола. То есть не музыкального театра, а в формате прям мюзик-хола. То есть это эстрада, это шоу такое форматное. И правильно вы сказали, что они всегда блестящие. Ну, в этом и суть, наверное, мюзик-холовского формата. А вот задача артистов какая у них, по сути? Вот на женский день будут петь песни про женщин, на 23 февраля, судя по всему, про мужчин и так далее. На День Победы про День Победы. Или у них есть какие-то такие задачи, которые они могут, собственно говоря, сами для себя выполнять, расти дальше, чем Дом искусств, к примеру? Ну, на 8 марта, на 23 февраля, тем более День Победы, у нас эти песни поет вся страна, а как не артист, а артист. Да, как избежать. Естественно, это святое и даже не обсуждается. Ну, конечно же, они развиваются, они посещают разнообразные мастер-классы, курсы, выезжают в Москву, в Санкт-Петербург, встречаются с педагогами. Кто-то принимал участие в разных вокальных шоу, кто-то прослушивался и ездил на голос даже. Кто-то принимал участие в X-факторах. Ну, то есть все в свое время... Вот про это я и говорю. Да, вот, Дмитрий, если, к примеру, кто-то попадает в шоу-голос, автоматически выбывает из деятельности Дома искусств, ну, к примеру, да, на какое-то время, вот что потом происходит, замещение или есть какая-то очередь, которая стоит уже? Вы знаете, мы сейчас очень плотно дружим с Калининградским областным музыкальным колледжем имени Рахманинова, где есть отделение эстрадно-джазового вокала, где есть отделение хореографии. И мы прям буквально с первого курса берем к себе на работу молодых студентов и в 16-летних ребят, и обучаем их, как бы сказать, ремеслу. То есть они сразу практику им даете. Сразу практику. То есть они обучаются в колледже, они сразу попадают на сцену. И поэтому у нас такой процесс, он без остановки идет. То есть, ну, на место павших вновь встают другие, знаете. Вы выращиваете новое поколение, да? Или взлетевших, да. Да, выращиваем новое поколение, без этого никак. Ну, то есть, как бы, легко же возрастить бабу-ягу в своем доме. Зачем? А подскажите, вот эти самые сотрудники, они поют под фонограмму, либо всегда исполняют вживую? Ну, слушайте, у меня, как бы, практика... Нет, у нас есть материал, который мы исполняем под фонограмму. Например, мы даем новогодние спектакли под фонограмму, он идет, да. Мы, не обманывая зрителей, пишем это в рекламе, пожалуйста, что спектакль для лучшего усвоения юным зрителям. Ну, представляете, артист работает в день 3-4 спектакля, да. Артист скачет и дикие танцы на наших постановках, да. И, говоря, задыхаясь, пыхая в микрофон, да, это можно не разобрать текст, речь и все остальное сюжетовое повествование и истории, да. Такие вещи мы работаем, как бы, под фонограмму. Мы не обманываем зрителя, мы пишем это в рекламе, что спектакль идет с использованием фонограммы для того, чтобы было лучшее качество усвоения зрителям, да. Ну, мы же знаем, если бы вы были на новогодних главных представлениях, и я там когда-то был в своей юности и молодости, когда еще работал много лет в форс-цирке, идут спектакли детские, как правило, под фонограмму. То есть это, ну, не страшно, это нормально. Так это, наоборот, хорошо. Человеку не приходится одновременно прыгать и бегать и петь, да. Но это практически невозможно. А так моя политика, как директора, поем под фонограмму, деньги получаем ксерокопию. Вот и хорошо. Кстати, что еще важно. Подсветку мы сегодня уже видим на здании в таком розовом цвете. Только розовый цвет будет, либо будет меняться? Нет, не розовый цвет. Там целая задача архитектурной подсветки, целое программирование идет. Но сейчас еще это все... То есть мы это еще все увидим. Конечно, это в тестовом режиме. Курприз ожидается. Да, то есть это еще... Мы подберем под каждую задачу свою подсветку. Еще у нас повесили большой светодиодный экран. Самый большой экран на здании в городе. Наверное, будете показывать какую-то рекламу. Естественно. Там уже идет наша реклама, нашего театра. Не какую-то, а только свою. Только нашу, только театру. Ну и социальную рекламу, естественно. Да, а помимо того, возможно, еще будут туда выводиться какие-то концерты. Если это технически возможно, было бы интересно. Ну, допустим, это возможно было бы, наверное, и технически. Сейчас фактически все возможно сделать технически. Ну, вы знаете, может возникнуть много вопросов. Захочет ли, не знаю, приглашенная звезда, чтобы ее показывали на весь город на экране. Бесплатно, так сказать. Бесплатно вопрос авторских прав возникает. И без звука. Правообладания, правоотношений. Просто публичное использование в концертном зале на количество посадков мест считается одна оплата, а публичное использование на экране другая. То есть есть свои тонкости в этом вопросе. А что будет с фойе? Потому что мы видим ремонт внутри. Говорят, пока еще что-то не изменилось. Ну, мы сейчас сделали концертный зал большой, а фойе мы будем закрываться в этом году вновь и будем ремонтировать фойе и малый зал. Вот в двух словах что будет происходить? Ну, был разработан дизайн-проект. Сейчас подбираются материалы, есть некоторые сложности. Сейчас вносятся изменения в проект, потому что в тот момент, когда готовился проект, ну, некоторые материалы исчезли с рынка, их не поставляют, поэтому сейчас происходит некая замена материалов. Ну, есть сложности в этом моменте. Вчера буквально мы встречались по этому вопросу. Проект будет закончен в течение следующей недели, он будет подан на государственную экспертизу. Пройдя экспертизу, мы будем проводить конкурсные процедуры. Кто выиграет, тот и красиво. Кто-то молодец, да. Но всегда есть такие люди, которые пытаются защитить все, что можно защитить и отстоять. Вот есть какая-то уникальная мозаика. Еще говорили о фонтане. Ну, фонтан, который демонтировали, он хранится в Доме искусств, его детали. Вот. Какое примут решение, я не готов вам сказать, но какое-то будет примут решение. Либо он будет в Доме искусств, либо там изучали предложение где-то его в городе разместить. Ну, какая-то экспозиция будет, да, это понятно. Какое-то решение примется. Вот что касается мозаики. Мозаика будет сохранена, потому что мозаичное искусство – это некий эксклюзив. Театру эстрады. В этом году в Калининграде 20 лет. Дом искусств. Там, где обитают все эти самые люди, и руководитель Дома искусств Дмитрий Новиков сегодня в студии Радио Балтик Плюс. Добрый день, Дмитрий. Да, доброе утро еще раз, дорогие радиослушатели. Действительно, еще и утро. Спешу жить. А какие планы на юбилейный год? Вот об этом мы хотели поговорить в самом конце уже. Ну, 20-летие – это грандиозно. Это будет осенью представлено большое, грандиозное постановочное шоу. Мы уже обратились за эскизами к известным художникам по костюмам города Москвы. Не буду называть их фамилии. Мы обратились к сценографам Санкт-Петербурга для разработки нашей сценографии юбилейного шоу. Ну, и можно это будет маленькой тайной, чтобы зритель пришел и сам все увидел. Ах, хотелось бы, чтобы это было не тайное. Да, я уже затонила дыхание, думаю, сейчас я все узнаю. Просто уже все подсели, так сказать, на крючок. Вы знаете, это как и в женщине, в театре должна быть какая-то загадка. О, ну, а я вся раскрытая книга. Ну вот. Надо закрываться. А на сколько зрительный зал мест рассчитан на сегодня? Зрительный зал сохранил свою посадку. 799 мест, ну, как и было до ремонта. А сколько людей приходит на ваши спектакли? Ну, не подумайте, что я хвастаюсь и хвалюсь, но вот после новогодней кампании, которую мы отработали аншлагами, мы так и продолжаем идти наполняемостью 96-100%. А что касается, так сказать, плейлиста на март, что о нем сказать можно? Ну, в марте у коллектива Дома искусства, у Театра эстрады всего лишь будет два выходных дня, вот что можно сказать. А так каждый день что-то. То есть и приезжие гастролеры, и звезды, и спектакли Театра эстрады, Дома искусств, и детские постановки, то есть два выходных дня. А сколько человек работает сегодня за сцены в Доме искусств? За сцену у нас есть художественная постановочная часть, в которую ходят монтировщики сцены, рабочие сцены, машинисты сцены, бутафоры, реквизиторы, костюмеры, которые тоже работают за кулисами. Весь вот этот персонал порядка 18 человек. Вот вы говорите о том, что сегодня вам людей хватает, но также вы озвучили еще и такой анонс, что скоро будет работать малая сцена. Малая сцена, да, в этом году мы планируем отремонтировать малый зал, у которого вместимость 160 мест, и открыть там драматическую камерную труппу и давать спектакли драматического содержания камерного характера. Но обслуживать вторую сцену будут работники основной сцены? Да, их хватает. Их хватит на это, да? Да, да. Дмитрий Новиков сегодня в студии, Радио Балтик Плюс. Поздравляем Дом искусств с тем, что театру эстрады в этом году исполняется 20 лет. Ну, и такой вопрос. Готовы вы к тому, что весной объект представит? Мнения, как обычно, разделятся пополам. Обязательно будут те, кто говорил, что «Ай, при СССР было лучше» и будут показывать картинки, как было. Другие будут восхищаться тем, что есть. Ну, вы знаете, на вкус и цвет, мы все знаем, товарищей нету, да, и нет пределов в совершенству, да. Можно было бы лучше, можно. Но всегда можно сказать, ну, как бы, легко говорить. Ты попробуй сделай, да. Вот, как бы, я исхожу всегда с этой точки зрения. Спасибо, что пришли, и удачи вам. Спасибо большое, да.